Высокие деревья. Оно здесь, друзья, отмыто. Жалейте их и берегите их. Мог, в принципе, не заморачиваться, потому что это шушары. Ну, а такие жилечки многие ставят у себя дома. Гармонично смотрится. Согласовали трамвай в шушары. Здесь нужно немножечко отмыть, убрать штукатурку. Офигенно красивый зеленый цвет. Это смотрится намного интереснее. То дверью его, естественно, придавит. Крестовский остров, Петроградка. Как круто графика сделана. Пассажирский лифт. Три кнопки вызова. Не у каждого дома, как здесь в подъезде, есть вот такая красота. Одна скамейка. Вот здесь не мешает почистить и т.п. Ее, конечно, не мешало бы немножечко помыть и подклеить уплотнитель. Зеленая красивая трава. Вот здесь как раз это сделано для них. О, красота! Друзья, добрый день! Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в шушарах в жилом комплексе Симпл. Я помню, когда я его снимал, полагал о том, что это будет самый красивый жилой комплекс в шушарах. И сегодня мы с вами сможем понять, действительно ли это так. Погнали смотреть! Входная группа как раз вот сюда будут все заезжать, проезжать, заходить. Пока еще строительный, такой красивый европейский забор. И обратите внимание, что дом еще не сдан, но по ощущениям тут все полностью готово. Первое, классное зеленение, большие деревья, дворовая территория. Вот это классное место между домами. Здесь застройщик подумал о подростках и здесь соответственно они будут проводить время, потому что дети 14-18 лет, им уже не интересно лазать по тем конструкциям, которых лазают обычные дети, поменьше там 7-8 лет. Им нужно где-то тусоваться, проводить время, посидеть мобильными телефонами. Вот здесь как раз это сделано для них. Красивые скамейки, урны, светодиодные, современная подсветка, зеленая красивая трава, разметка под стоянку автомобилей, парковка для инвалидов и обратите внимание на фасад. Но пока не видно, чтобы где-то что-то было криво. Причем напомню еще раз друзья, это еще объект не сдан, его еще не сдали. До второго этажа красивая плитка. Здесь, если посмотреть, знаете, очень часто бывает вот на такой темной плитке есть просветы, но здесь их нет. То есть они, знаете, смотрится ветрозащита белым, то есть вот этого здесь нет. То есть либо черным закрыли, либо, соответственно, как-то сделали классно, что не просвечивается. Плитка смотрится дорого, современная система допуска. Здесь Элтис смотрится красиво, странно и в бизнес-классе. Визит, который ставят во все дома эконом-класса. Алюминиевые двери, большое количество стекления, здесь чтобы ноги вытирали от грязи сделано. Мы поднимаемся чуть выше, видим декоративную подсветку и сам, соответственно, фасад. Смотрится по мне красиво. Кстати, урны прикольные, что обычно, когда делают, я вижу, нет вот этих штук для курильщиков. То есть сразу вот она прямая идет и, соответственно, сюда выбрасываем мусор. Брусчаточка, асфальт, стеклопакеты. Здорово, что здесь сразу расположена школа. То есть если у вас ребенок-школьник, то, соответственно, грубо говоря, можно пройти через забор и здесь есть технологический проход. Парковка под велотранспорт. Закреплено крепко, в отличие от некоторых. Приехал в свой двор на самокате или велосипеде. Хочешь его, например, пристегнуть, то можно взять вот эту штуку и пристегнуть, например, его вот здесь. Крепление есть, но, соответственно, прикрепить в мелкой гравийной крошке, я понимаю, будет достаточно затруднительно. При ямке окрашено черный цвет, ржавчины не видно. Тут немножечко мусора нападало, и вот это, видите, сюда уходит вся вода, и она уходит, соответственно, в канализацию. Молодцы! Красиво, кстати, отмазка смотрится, и мне еще нравится вот эта, друзья, линия, то есть она вот сделана ровненько. Часто очень бывает у застройщиков, что, знаете, идет-идет, пошел где-то уклон, еще что-то где-то здесь так торчит, тут так не доделали, плитку не доставили, но вот здесь в этом плане все хорошо. И здесь она ровненько, и вот мне нравится вот эта фактурная плитка, она смотрится достаточно красиво. Открытая дверь, ее, конечно, не мешало бы немножечко помыть и подклеить уплотнитель. Здесь у нас спуск. Обратите внимание, что лестничный марш, получается, выливал сам застройщик, и вот здесь они его отшлифовывали, чтобы было ровно, я не знаю, оставится это так, либо чем-то они покроют. Перила из крупной трубы, в черный цвет окрашено, смоется классно, можно спуститься вниз. Пожарная насосная, водомерный узел. ЭТП. Индивидуальный тепловой пункт, да? Да. Вот они, теплообменники. Слушайте, ну здесь все хорошо, красивенько. Вот вывод тепла. Чисто, аккуратно. Когда, знаете, вот на это все смотришь, радует глаз. Естественно, у всех возникнет вопрос. Ну, вот видно, вот эти капли, это, я так полагаю, вот отсюда, потому что если бы это фундамент давал течь, то это было бы где-то со стен. Здесь такого нет. Блин, даже здесь уже, смотрите, висят указатели. Мне очень нравится, что, смотрите, лифт-холл. Все подписано вот так нормально. Вот он, кстати, один из приямков. Так. Вот здесь не мешает почистить. Для того, чтобы уходила вода, немножечко есть строительного мусора. А, сюда даже спуститься можно. Вот так. Электрика, обратите внимание, тоже нормально подписана. Человеческие стоят маркеры, а не как это происходит обычно. Здесь тоже достаточно все неплохо. А, французская вот эта труба, если не ошибаюсь. Да, вот она импортная. А могли бы поставить обычную, а могли бы поставить обычную намного дешевле и сэкономить. Так, ну тут вроде все. Расстояние, кстати, между домами достаточно большое. Здесь, я не знаю, 30 метров, может быть, чуть больше. Меня это никак не напрягает. Кусты, трава, освещение. Круто, смотрите. Здесь обычно делают как? Входная группа, одна скамейка, одна, соответственно, урна. Здесь две скамейки. То есть могли бы сэкономить, но здесь не сэкономили. И вот это, кстати, очень интересная сделанная история. Я считаю правильно, что здесь специальная сетка, чтобы вытирать ноги. Потом ее можно поднять и весь мусор оттуда, соответственно, из этого приямка вытащить. Приятно идти по брусчатке, а не по асфальту, как у некоторых. Так, смотрим, где у нас... А, вот входная группа. То, что здесь домофон. Вот, смотрите, вы выходите. Возможно, нужно будет вот эту скамейку поставить вот сюда. Возможно. Но это потом жители скажут, удобно или нет. Соответственно, вот здесь вытираем ноги. Тут закрыто. За этой дверью кладовое помещение. Можно спуститься вот под такой лестницей. Так, внизу вижу, горит свет. С левой, с правой стороны кладовки. Включим фонарь на всякий случай. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. А, ну вот сетки. То есть я полагаю, что вот эту сетку как раз будут ставить вот сюда наверх. Кстати, здесь прикольно. Обратите внимание, что практически нет коммуникаций, где кладовые помещения, в отличие от некоторых. И коммуникации идут только вот здесь. И то все ровненько и красиво. Как я уже говорил, обратите внимание, друзья, на лестничный марш. Вот эти ступени застройщик выливал сам. Но если обратить внимание, то видно, что они сделаны на одну высоту. И чтобы было все ровно, их отшлифовали. Убрали все лишнее. Молодцы. Входная группа. Друзья, вы только посмотрите на это. Это застройщик позиционирует как комфорт-класс. При входе у нас можно поставить куда-то сумки перед тем, как достать почту, корреспонденцию. Есть вот такие два вазона. Здесь, наверное, в дальнейшем управляющая компания поставит цветы. Здесь сделаны, так понимаю, под декоративные цветы. Настоящие либо ненастоящие. Красиво смотрятся ламели. Потолок выкрашен в черный цвет. Красивая подсветка. Даже вот здесь ящики для хранения рукавов. И не дай бог, если какое-то ЧП, чтобы можно было потушить пожар. Сделано красиво. Вот идут ламели, а здесь они заканчиваются. По мне так стильно сделано. Крупноформатная везде плитка. Красиво смотрятся почтовые ящики. Понятно, что в дальнейшем еще приклеят, я так полагаю, номера. И вот это дверь. Здесь должен быть санузел. Блин, друзья. Я скажу так, что не у каждого дома, как здесь в подъезде, есть вот такая красота. Кстати, очень здорово. Ваши дети гуляют во дворе. Кому-то приспичило в туалет, он не идет домой, а приходит сюда. Удобно сделано, что можно все помыть слив прямо здесь в полу. Большая плитка. Понятно, что здесь в дальнейшем... А, вот здесь зеркало повесят с подсветкой, раз вот кабель у нас есть. Ле Де Ме. Даже сделали стильную раковину. Вот зачет, реальный зачет. Вот такая дорогущая плитка, не у каждого есть в квартире, а здесь есть в обычном, друзья, подъезде. И, конечно, скрытые двери, вот с такой тонкоформатной плиткой. Блин, ну смотрится, конечно, очень круто. Система видеонаблюдения. Здесь какой-то закуточек. Что-то поставят. Здесь в дальнейшем будет подсветка. И мы с вами заходим в лифтовой холл. Подсветка здесь, подсветка здесь. Возоны, три лифта. Два пассажирских грузопассажирских. Ой, вернее, пассажирских. И один грузопассажирский. Есть наверху указатели, на каком, соответственно, этаже находится лифт. Невызова. Молодцы. Вот это очень красиво смотрится. Эта плитка, такое ощущение, что дерево. Очень круто. Мне нравится, как сделано зачерненное обрамление лифтов. Обратите внимание, то есть они не просто серебристые, как обычно, они такие затемненные, зачерненные. Смоется красиво. Плитка. Мне нравится здесь отделка стены. То есть она здесь ровная. Обратите внимание, не какой-то, знаете, штукатурки, как у ЛСР и у ЦДС. Ну и красиво смотрится подсветка. Вот, кстати, друзья, давайте оценим по пятибалльной шкале вот то, что мы сейчас с вами увидели. И еще один немаловажный момент. Вот здесь, я так понимаю, система связи сотрудников МЧС с лифтовой кабиной, вот как это можно сделать круто. Никаких тебе вот таких, знаете, выпирающих конструкций убогого цвета, как это часто бывает. Ну и оповещатель, он напоминает, знаете, такую обычную нормальную колонку в кафе. Еще одна, друзья, входная группа. И здесь аналогичная красота. Оно мы видим с вами открытый пассажирский лифт. Я сейчас, напрягая свою память, вспоминаю рендеры застройщиков. И вы знаете, здесь все, как он нарисовал. Даже плитка на полу. Закрывается. Спасибо. Ламели. Светодиодная подсветка. Большое зеркало. Заподлицо. Дверь закрывается. Обшивка здесь тоже такая зачерненная. Алекс лифт. Блин. Смотрите, как круто. Как круто графика сделана. Лифты у нас производства компании Альбрус. Если не ошибаюсь, это наши российские лифты. Если я ошибся, друзья, обязательно поправьте меня. Симпл. 26 этажей. Блин. Зачет. Реально зачет. Ну и, соответственно, проходя сюда, мы здесь видим аналогичную картину с входной группой. Вот если бы мне завязали бы глаза, привезли бы сюда, и я бы встал бы спиной. А чтобы не видеть, что это шушары, блин, я бы сказал, что это какой-то, не знаю, Крестовский остров, Петроградка, новый современный проект бизнес или премиум класса. А это, друзья, обычный комфорт. Да, застройщик удивляет и удивляет. Так, а давайте посмотрим, что здесь с санузлом. Блин. Почему у кого-то так круто, а кто-то делает просто уродство, наверное, это можно назвать так. Смотрите, как все красиво. Вот реально, друзья, что не у каждого санузел выглядит так, как выглядит санузел в жилом комплексе Симпл. А вот и обшивка антивандальная в лифте. Смотрите, еще один момент. Вот это у нас датчик. Если возникает препятствие, он срабатывает и дверь открывается. И здесь он от самого верха до самого низа. Обычно застройщики экономят и ставят где-нибудь один датчик вот на этой высоте. И это вопрос к тому, что если у вас идет маленькая собачка или попугайчик, то дверью его, естественно, придавит. Еще и разговаривает. Красотища. О, видите, все. С новосельем и просто хорошего дня. Блин, ну вот, всегда говорю об этом в своих видео. И, видно, застройщик услышал меня. Лифт едет плавно, его не колбасит. И еще в незданном доме он уже нормально, вернее даже хорошо настроен. Пошли. Двадцать шестой этаж. Здесь мы видим с вами большие красивые цифры и какие находятся здесь квартиры. Останется немножечко вот это смыть. Вначале, знаете, подумал, что, возможно, здесь специальная краска, на которой можно рисовать мелом. Смотрите, блин. Вот, кстати, сейчас смотрю на то, что вижу картинку в телефоне. И цвет немножечко не тот. Здесь офигенно красивый зеленый цвет и такого же цвета подсветка у кнопок, когда ты их нажимаешь. Очень здорово. Здесь мы видим систему управления. Она еще у нас в защитной пленке. Друзья, это комфорт-класс. А мы что здесь с вами видим? Мы с вами видим указатель, на каком этаже находится лифт. Ну, здесь, соответственно, полагаю, нигде нет открытого, что должно быть такое же обрамление. Я очень на это надеюсь зачерненное, а не какого-нибудь некрасивого цвета. Да, пока не видно. Здесь, соответственно, тоже все в пленке. Я это снимать, естественно, не буду. Сделано все аккуратно. Если бы еще это все было бы утоплено, было бы вообще круто. Не хватает, забрало. Ну, понятно, что дом не сдали. Возможно, его впоследствии смонтируют. Потолок крыльята. Большие светодиодные лампы. И все выкрашено в черный цвет. Из плюсов. Выходя вот сюда... Блин! Почему кто-то смог это сделать, а в большинстве случаев не могут? И обратите внимание, что... Мне, кстати, нравится, что здесь нет вот этих дурацких пластиковых подоконников. А здесь реально просто вот они положили плитку. Это смотрится намного интереснее. Отсюда мы с вами с высоты 26 этажа можем видеть фасад. Можем видеть лопасти системы вентиляции за счет потока воздуха. То есть он их раскручивает. В системе создается избыточное давление. И она способствует лучшему вытягиванию воздуха, отработанного, соответственно, из ваших ванных комнат и кухонь. Ну смотрится, кстати, очень напоминает их жилой комплекс Bauhaus. Только здесь фасад по технологии мокрого фасада изготовлен. А там у нас, если не ошибаюсь, там кирпич. Вот очень, очень похоже. И смотрите, какой здесь прикол. Выходим. Большой лестничный марш. И здесь нет вот этих моих нелюбимых переходных балконов. Здесь просто нормальный лестничный марш. Ограждающая конструкция с линолеумом. Но держится крепко. Не видно, чтобы он где-то выпадал. Слушайте, держится так, что шатаешь и, соответственно, не шатается. Здесь нужно немножечко отмыть, убрать штукатурку. Ну и, в принципе, все остальное здесь по красоте. Сейчас, кстати, еще поднимемся наверх. И здесь есть интересная штука. Я вам сейчас ее покажу. Вот видите, да? Вот это нужно немножечко отмыть и будет классно. Поднялись на самый верх. Да, стекло, кстати, тоже помыть. Здесь сверху, как в некоторых тоже проектах, есть вот такой клапан. И, соответственно, если вдруг будет через него попадать влага, то она попадает вот в этот испаритель. И потом от температуры, соответственно, испаряется. Выход на кровлю. О! Красота! У нас здесь открыто. Можно выйти и посмотреть кровлю. Ограждающая конструкция держится крепко. Немножечко есть ржавчины. Это надо подкрасить. Вот здесь бы я дополнительно прошелся бы герметиком. Вот в этом стыке. Вместе. Да, но комплекс, конечно, очень красиво смотрится. Особенно, знаете, когда вот смотришь вот на это все вокруг. Блин! Да, Симпл, конечно, я не ошибся. Он самый здесь красивый, друзья. Я не вижу ни какой-то грязи забытого стройматериала, как это частенько бывает. Обратите внимание, что вот есть такие места, куда должна уходить вода. Здесь, соответственно, сделан откос для того, чтобы она сюда уходила. Стоит нормальная сетка, никак у некоторых ее отсутствия. Вот у нас ливневка. И обратите внимание, вот здесь почему-то валяется вот эта сетка. Она должна быть вот здесь. Вот. И она должна быть здесь смонтирована. Вот это, соответственно, сделано для того, чтобы здесь можно было ходить. Система громоотвода. Вот здесь все нормально. Здесь тоже... О, слушайте, здесь даже камушком подсыпали. Блин, даже смоется прикольно. Может быть, мне еще мусор за вас повыбрасывать? Ну, вот это, конечно, самое, наверное, для меня резкое замечание застройщику. По вот этим каналам смотрится просто убожественно. Бизнес-класс. Оповещатели. Блин, вид, конечно, с кровли достаточно крутой. Я помню, поднимался, когда снимал обзор на эту кровлю. Здесь, конечно, еще было все не готово и было страшно. И, возможно, даже я где-то стоял вот на этом месте или в другом был корпусе. Где-то вот тут, я помню, подходил, смотрел. Кстати, тогда, помню, рассказывал про трамвай. И напомню, что уже согласовали трамвай в Шушары. Это, конечно, будет очень круто. Сейчас идет проектирование. И, соответственно, надеюсь, в скором времени профинансируют и начнут его строить. Да, вид просто очень красивый. Вон горы наши видны. Красота. Напомню, друзья, это 26 этаж. Широкий коридор, крупноформатная плитка. Как я уже говорил, что на первом этаже здесь гладкая отделка. Обычная нормальная штукатурка смоется красиво. Здесь уже гриля-то серого цвета или это белый цвет. Да, белый цвет. Потолок окрашен белым. Все коммуникации, обратите внимание, окрашены в белый. И нет такого, знаете, диссонанса, когда ты смоешь на черный потолок, а там что-то белое. Либо на белый потолок, а там что-то черное. Звонки высоко, я бы ставил чуть ниже. Ну, это каждому свое. Красиво вот сделали. То есть вот здесь белый цвет, разделяет полоску, где вход в квартиру. Черная полосочка, здесь серый. Красиво смоется нумерация. Красивое панно дверей. Двери достаточно широкие. Два замка. Нескаклась стандартная ручка. То есть обычно у нас ставят другую китайскую фурнитуру. Так, это у нас коллектор. Друзья, знаете, если вас выгнали из дома, то вы всегда в свои коллекторные можете... О! А знаете, что это такое? Это, как я называю, забрало. Вот для этих мест. То есть понятно, что на временное, полагая, пусконаладки они их демонтировали. И потом туда поставят. Счетчики на тепло. Блин, ну сюда просто реально можно зайти и жить. Обратите внимание, здесь есть стяжечка. Тут все нормально зачеканено. Нигде дырок нет, как у некоторых. Так, тут у нас еще шкаф открыт. О! Посветите фонарем! Бля! Я такого еще никогда не видел. Сверху все нормально, снизу. Просто обратите внимание, здесь обвалилось. Это такое качество от застройщика, что просто вот то, что они зачеканили технологическое отверстие в монолитном перекрытии, рухнуло, друзья, вниз. И здесь красота! Везде все подписано. Нормальные вот эти, видите, пластиковые штуки, на которых написано, где что. Счетчики на тепло. Заводка, получается, сверху по-современному сделана. Здесь обращаю внимание, что счетчики с возможностью детенционной передачи показаний. Есть запорная арматура. Вот это, кстати, знаете, вот есть вот таких очень много нюансов. Очень часто не говорю, вот сейчас расскажу. Смотрите, запорная арматура, к примеру, не дай бог что-то случилось, повернул все, горячая вода к тебе, в твою квартиру не течет. Все везде подписано. Но запорная арматура не только здесь, она и в других объектах. Но здесь скажу, что краны не из самых недорогих. Нормальные краны стоят запорная арматура. Обычно стоят самую недорогую. Редуктор. Здесь запорная арматура. Фильтры грубой очистки. Клапаны под сброс воздуха. Кстати, тоже не из дешевых. Везде теплоизоляция. И обратите внимание, что она на специальных скобах. Для того, чтобы ее невозможно было... Ну, чтобы она, во-первых, не снялась, не упала никаким образом. И здесь тоже все так нормально запаяно. Тепло-шумоизоляция. Так, как она у нас? Ну, она никак не закреплена, к сожалению. Обычно их закрепляют на специальные скобы. Но здесь почему-то решили на этом, друзья, сэкономить. Идя дальше по коридору, мы, соответственно, с вами видим обычные шкафы, где должны быть пожарные рукава. Но дом еще не сдали, придираться не будем. Зато есть запорная арматура, есть муфта, не как у некоторых. Смотрите, друзья, какая красота. Можно заглянуть и увидеть, что внутри этой трубы. Как только включат воду, затопит все этажи. И вот здесь, обращаю ваше внимание, обычной белой стенкой здесь лючок. Нажимаем, и вот запорная арматура. Если что-то нужно обслужить, мы обслуживаем. А такие же лючки многие ставят у себя дома. Стоят они не копейки. Ну и, конечно, смотрится все это и реализовано достаточно красиво. Так, электричество, светодиодная подсветка. О, дверь открыта. Дверь достаточно. Знаете, вот ты открываешь, вот чувствуется, что такая массивная дверь. Здесь красивое панно серого цвета. Есть глазок. На камеру, понятно, ничего не увидишь. Заглушечка такая ночная. Фурнитура, кстати, прикольная. У нас, соответственно, здесь два контура. Уплотнитель. Уплотнитель хороший, мягенький. Ну, квартиры я уже показывал. Здесь они все в черновой отделке. Поэтому, соответственно, можно что посмотреть? Можно посмотреть... О, да, вот это планировка, из которой можно сделать двухкомнатную квартиру. Ну что, при помощи моего суперфонаря Давайте посмотрим, что же здесь реализовал застройщик. Первое из плюсов, друзья, то, что здесь нет никакого порожка, перепада. То есть, все сделано вровень. Это большой плюс, потому что у кого есть маленькие дети, знаете не понаслышке, что они не раз падали, спотыкаясь об него. Белую трубу, друзья, видите? Знаете, что это такое? Это труба, у которой более высокая шумоизоляция. Это не вот эта серая труба. Нормально сделаны выводы. Стоит тройник на низком уровне. Тут сантиметра два от стяжки. Это тоже большой плюс. Санузел можно поставить в любом месте. Это у нас сборная вентиляция завода. Вентилятор для принудительного удаления отработанного, соответственно, воздуха. Две заземленные розетки. Так, здесь у нас что-то. А вот она как заходит вода. Надеюсь, в дальнейшем здесь подпишут, чтобы было понятно, где холодная и где, соответственно, горячая вода. И обратите внимание, что даже здесь нормальная запорная арматура. А вот эти темно-серые цветы – это как раз уровень гидроизоляции от застройщика. А к соседям у нас бетонная ровная стена. Немножечко так угол ушел. О! Окна рехал. Открывается хорошо. А вот здесь бы я бы, наверное, герметиком бы немножечко подмазал. Видна подсветка. Кстати, прикольно, что подсветка вот здесь внизу сделана, чуть выше не будет бить в окно, я так полагаю. Шумоизоляция есть, когда будет попадать там град и дождь, не будет посторонних звуков. Так, это у нас окно получается только на открытие, а здесь у нас на открытие и на вентиляцию. Блин, с последних этажей, конечно, открывается крутятский вид на шушары и не только на них. Комната с выходом на лоджию. И обратите внимание, что здесь очень часто застройщики экономят. То есть для того, чтобы вот это сделать, здесь нужно сделать, во-первых, здесь, если я не ошибаюсь, система, оконная система более дорогая, дорогого уровня, которую не каждый застройщик себе может. Ну, вообще, обычно застройщики такое не ставят. Евгений, здравствуйте. Вы представитель Rehau. Да, да. А что можете рассказать вот про эти окна, которые установили в жилом комплексе Simple? Эти окна сделаны из нашей профильной системы Rehau Grazio. Они отвечают всем требованиям по теплотехнике, по, соответственно, безопасности и комфорту. Не будет продуваться, сохранит тепло внутри вашего помещения и, соответственно, вам будет комфортно в этих квартирах. Как вы видите, здесь установлены двухкамерные стеклопакеты. И можно заметить, что как только закрывается оконный блок, здесь становится тихо. Независимо от того, какая обстановка за окном, здесь будет всегда тихо и комфортно. Потому что это реально дорого. И обратите внимание, что здесь нет никаких дополнительных переборок. Забыл, как они называются правильно. Здесь сплошное стекло, за счет этого большое количество света. То есть представьте, да, вот у нас стандартное окно, вот у нас рамы, вот она, соответственно, коробка. И вот эта часть, она съедает остекление. Соответственно, если бы его не было, было бы сплошное стекло, было бы, естественно, светлее. И вот здесь застройщик это сделал. Мог, в принципе, не заморачиваться, потому что это шуршары. Но, блин, вот этот подход реально мне нравится. Это круто. Сверху мы видим Airbox. Их обычно жители хвалят, что с них не продувает и они нормально работают. Открываем дверь и выходим на лоджию. При помощи моего электронного помощника мы можем измерить ширину и длину. Метр тридцать пять на два и четыре метра. Остекление. Обратите внимание, друзья, вот смотрите, какой большой для меня плюс. Здесь даже все отмыто. Вот последний этаж берем, здесь отмыто все. Блин, ну вот это реально круто. Есть забрало для доступа воздуха. Есть вот такое окно, алюминиевое остекление. Остекление, соответственно, однокамерное. Вот я только не знаю, есть ли специалисты, можно ли вот на этот профиль поставить теплое стекление. Потому что, в принципе, здесь толстая стенка и вполне возможно себе поставить теплое стекление. Вот не знаю, возможно, сюда это или нет. Поменяв просто створки. Ну и вид на несколько сторон. Это тоже, наверное, плюс. Так, давайте еще одну квартиру посмотрим. И еще хочется, что сделать, это измерить высоту потолка от стяжки. Потому что я тогда не помню, когда была стяжка или ее не было. Измеряем высоту потолка. Два метра. Два шестьдесят два. Слушайте, это сантиметр, похоже, друзья. Сантиметр. Смотрите, какая она плотная. Вот я прилагаю такое достаточное усилие для того, чтобы просто сжать. Я его до конца не могу сжать. За счет, соответственно, плотности воздушных пузырьков, которые там запечатаны внутри. Вот это уже будет намного лучше, на порядок лучше, чем это применяют обычно. Но очень хочется найти этикетку и посмотреть характеристики. А вот, друзья, у нас и с вами упаковка. Полифаз изоляционный материал. Стенофон 290. Спененный полиэтилен высокого давления. Тепло в каждый дом. Высокоэффективный теплоизоляционный рулонный материал. Уменьшает уровень ударного шума. Увеличивает плотность материала, устойчив к воздействию агрессивных средств. Плотность. Килограмм на метр кубический 35-40. Толщина десятка. Ну вот, как я и сказал. Так, коэффициент теплопроводности 0,032-0,034. Динамический модуль упругости. Ну и вот, можно загуглить и посмотреть. Сохраняет тепло. Снижает шум. Не подвержен гниению коррозии. Не наносит вреда окружающей среде. Изоляция необходима, чтобы она была сухой. Чистая укладка. Изоляция на поверхность. Монтаж включает стык-встык. Ну и все. Ну, в общем, как мы с вами и видели. Все сделано стык-встык. И проклеено скотчем для того, чтобы не расползалось. Это коробка автоматов утоплена. Здесь у нас ЕКФ-ные автоматы. 63А, С32, С10, С16, С16, С16. Это у нас одна комнатная квартира или квартира студии. Я уж не помню. Но она большая. Я тогда помню, что можно вот здесь стенку в дверь поставить. А раз комната будет. А здесь будет два комната. Это кухня, большая ванная и прихожая. И вот здесь вот такое местечко. Интересно, куда можно либо встроенный шкаф поставить, либо, соответственно, купить отдельно. Идем по коридору дальше. Обычно в торцах расположены самые большие квартиры. Открыто. Заходим. Во-го-го! Это у нас большая студия, друзья. Здесь вот обратите внимание. Вот Талапа у него показывал. Блин, какое количество здесь света. Ну вот это реально круто. И здесь у нас эркер. Блин. Да, вот это планировка класс. Здесь аналогичная труба. Нормально сделан вывод. Нормально это все можно заделать. А когда будете делать, соответственно, ремонт. Здесь у нас тоже большая дверь. И здесь лоджия еще больше. Практически тоже метр сорок. Но она получается здесь длиннее. Молодцы! Мне нравится. Всегда закрываем за собой дверь. Выключаем электричество. И, конечно, вот здесь, наверное, какой-то ствол или кресло можно поставить. Потому что здесь окно есть открывающее. Можно смотреть на проезжающие машины, на двор, на комплексы. И, соответственно, в другую сторону. А вот здесь, друзья, студия с белой отделкой от застройщика. На первый взгляд, все просто сделано идеально. Вы только посмотрите на эту поверхность. Блин. Вот это красота. Беленькое все красивое. Просто красим напольное покрытие и заезжаем. А вот здесь обратите внимание, друзья, что уже поставили вазоны. Я не знаю, как называется это декоративное дерево. Но смотрится реально красиво. Блин, вот этот белый камень. О, там еще и керамзитик. Блин. Слушайте, ну оцените. Вот как вам? Мне нравится. Молодцы. И поливать не нужно. И смотрится красиво. Глаз радует. А вот здесь сверху должны быть стеклянные козырьки из каленого стекла. И вот их, друзья, привезли. Вот они. Можно посмотреть. Мы с вами идем дальше рассматривать этот комплекс. Блин, прикольно, кстати, даже в видеонаблюдении. Обратите внимание, что поставили сами камеры черного цвета. И они вот реально гармонично смотрятся с этим фасадом. Здесь у нас велопарковка. Давайте проверим. Но она закреплена, друзья. Можно вставлять велосипед, самокат, рябинки, большая парковка. И вот смотрите. Недавно обозревал жилой комплекс, где контейнерная площадка под сбор мусора. Она просто такая трехэтажная. Площадка для сбора бытовых отходов. И тут лодочка. Сейчас стоят баки. Баки вот там. И вот такой высоте она сделана. Для чего это так? Высоченный, смоется убого. И как здесь сделано красиво. Если, кстати, кто не знал, застройщик, когда сдает дом, то вместе с ним в общее имущество переходят и вот эти баки. Поэтому жалейте их и берегите их. Это ваше общее домовое имущество. Нормальный асфальт, нормальная разметка. Дополнительно сделан заезд, заход в школу. Вот не знаю, можно ли будет здесь проходить или нет. Так, детские площадки. Идемте смотреть детские площадки. Ну и обратите внимание, пока идем на сам фасад, на остекление, оно здесь, друзья, отмыто. Ну то, что на помывке, конечно, сэкономили всех стеклянных конструкций, это однозначно. Это огромная-огромная редкость. Можно почитать застройщиков на одной руке. Тех, кто именно отмывает и так нормально готовит свои объекты к сдаче. А здесь какие-то кусты, вот эти белые цветы. Причем, обратите внимание, какие они высоченные. Они вот этих, знаете, карликов сажают и все на этом. Посмотрите, да, вот это глаз радует. То есть ты приобрел квартиру и ты понимаешь, где ты живешь. И за что ты заплатил деньги. А не так, как это бывает обычно, что вместо больших красивых обещанных деревьев, которые нарисовал застройщик, он сажает какие-то массе пузьки. Здесь у нас брусчатка переходит в набивное покрытие. Здесь резиновое покрытие. Это площадка для самых маленьких жителей комплексов. Здесь в дальнейшем, я так понимаю, да, здесь будет песочница. Здесь большое количество всяких таких лазалок. Тут, наверное, попрыгать можно. Да, ну-ка. Да, здесь можно попрыгать, полазать. Слушайте, детям это нравится. А вот видно, что это номер, наверное, да, модели. Ага. Здесь мы с вами видим дальше площадку уже для детей постарше. Металлическая горка. Это плюс, что можно кататься круглый год. Здесь, кстати, можно обратить внимание на кусты. Видите, натянули вот так веревку для того, чтобы их в один уровень посадить. И обратить внимание, что их здесь поливаю для того, чтобы они не умерли. То, знаете, бывает, что приходишь на объект, дом сдали, а кусты уже все поумирали, потому что никто их вообще не поливает. Гнездо. Слушайте, ну, интересно. Да, сюда даже можно сына привезти. Я полагаю, ему здесь понравится. Из плюсов также, что сделан вывод под воду. Отсюда, соответственно, можно подключать систему для полива зеленых насаждений. Еще одно гнездо, две качельки. Красивый забор. Здесь кусты. Но если обратить внимание на соседний комплекс, вот там через футбольное поле, где играют дети, там, конечно, плакать, знаете, когда на это все смотришь хочется. Спортивная площадка. Здесь можно и полазать, и позаниматься спортом. Ну, конечно, красиво смотрятся скамейки. И здесь достаточно большое количество. И мне нравится, как здесь круто сделано вот это разделение, что первый, второй этаж, вот здесь вот такая вертикальная плитка крупная, вот с такими бороздками очень прикольно смотрится. А дальше уже идет система мокрого фасада. Здесь соседний застройщик возводит многоуровневый паркинг. Своя система канализации. А у меня вот такая, вот такого же плана система. И всегда было интересно посмотреть, что же там внутри. Блин, посмотрите, какая глубина. Здесь какие-то двигатели, трубки, большое количество различных инженерных коммуникаций. Здесь, обратите внимание, друзья, офигеть. Здесь тоже большая парковка бесплатная для жителей. А вот эту будку, которая принадлежит другому застройщику, в Боу-Сити, в жилом комплексе Симпл. Застройщик обещает ее облагородить и сделать такую же красивую, как и фасад его пока еще не сданного дома. Как все быстро меняется? Я еще помню тогда, когда снимал, проходил, и здесь была стройка. Здесь было все перекопано, было большое количество строителей, стройматериала. А сейчас, обратите внимание, высокие деревья, высокие кусты. Нормальная зеленая трава, причем деревья палиты. И большая парковка. Многие из нас обращаются к диспетчеру, но немногие видели диспетчерскую комнату, где сидит специально обученный человек. И у нас есть сегодня, друзья, с вами уникальная возможность все как следует рассмотреть. Ну, естественно, есть санузел. Помыть руки, все для удобства. Свои серверные, трассировское оборудование. Это, друзья, значит, что кроме того, что диспетчер это видит, если вам дадут доступ, то вы это сможете видеть через телефоны, скачав специальное приложение. Трассирование для айфонов и для андроид. Оповещатели, можно сказать. Соответственно, если что-то происходит, можно просто кнопочку нажать и сказать. Телефон для приема, я так понимаю, заявок. Большое количество оборудования. И вот это есть здесь определенная штука. Вот, к примеру, сработал датчик пожарной сигнализации. Загорелся вот здесь. Что делает обычно диспетчер? Он видит, что что-то загорелось. Надо отправить человека, проверить, что есть или нет. А здесь есть специальная программа. Обычная секция жилого комплекса. И, соответственно, ну-ка. Если вдруг что-то загорелось, то мы здесь, соответственно, видим, что, к примеру, вот в этой квартире, либо в этой, и какой конкретно сработал датчик. То есть оператор сразу видит секцию, какой этаж и знает, что при этом нужно сделать. Это реально очень-очень современно и круто. Ну и смотрим, друзья. Обычная, вроде диспетчерская. Здесь будут обычные работать люди. Раз, место рабочее. Два, место, три. Но здесь напольный конвектор. Не в каждом бизнес-классе даже он есть. Нет, чтобы, знаете, могли поставить сэкономить радиатор, еще и выше стекла, как это обычно делается. Но нет. Сделано все для людей. И когда ты здесь работаешь, у тебя вот такой прекрасный вид на парковку, дворовую территорию и соседний литер. И ты видишь, что здесь творится. Бегут ли дети, либо кто-то сюда прошел. Ты всегда можешь выполнить необходимое действие. Ну и когда ты работаешь за компьютером, отвлечься и посмотреть в сторону. Это тоже, считаю, классно. Ну и само окно, обратите внимание. Здоровенное окно. Алюминиевое, не из дешевых. И с двухкамерным стеклопакетом. Друзья, напомню, что здесь однокомнатную квартиру можно приобрести в черновой отделке от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Естественно, когда ты такое видишь, и смотришь на ближайшее окружение и ближайшие новостройки. На новостройках что у нас есть? Аэросити есть обзор на канале. И есть Александровский квартал тоже есть на канале. Посмотрите и просто сравните. Я не ошибся, это реально самый красивый, самый суперский комплекс на сегодняшний день в Шушарах. И напомню, здесь питерская прописка. Пишите в комментариях, понравился ли вам комплекс и что конкретно больше всего понравилось в нем. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео, чтобы все в Шушарах увидели, как нужно строить. И не только в Шушарах, но и в самом Санкт-Петербурге и в ее области. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok